Итак, в эфире программа подробностей, как уже мы обещали у нас сегодня в студии первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Сергеевна Щетинкина. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте. Как я уже без вас обещал нашим зрителям, что мы сегодня дадим некоторые доступные, вполне такие популярные разъяснения по новеллам в законодательстве или в нормах единого госэкзамена в этом году какие будут. Вот на чем бы вы в первую очередь остановили внимание зрителей, у которых выпускники подходят, дети? Здравствуйте, уважаемые телезрители. И, наверное, остановиться хотелось бы на главном, что для участников единого государственного экзамена этого года принципиальных изменений нет. Что я отношу к принципиальным изменениям? Это структура и содержание контрольно-измерительных материалов, во-первых. То есть они будут такие же, как и в прошлом году. Единственное преимущество выпускников этого года по сравнению с прошлым годом, это то, что в этом году банк заданий контрольно-измерительных материалов открытый. То есть на сегодняшний день, уже с сентября месяца 2013 года, в сети интернет, на сайте Федерального института педагогических измерений, есть задания, которые будут использоваться при формировании контрольно-измерительных материалов на единый государственный экзамен. А то есть с ними можно работать? Да, с ними можно работать и готовиться к единому государственному экзамену по любому из 14 предметов. Значит, второе, что остается и является принципиальным, то, что перечень предметов по единому государственному экзамену остается стабильным. Это 14 предметов. Все они известны хорошо обучающимся школ, и здесь изменений никаких нет. Ничего на голову не свалится неожиданно. Нет, ничего не свалится. Далее хотелось бы отметить, что так же, как и прошлый год, единый государственный экзамен будет задаваться в три периода. Первый период досрочный начнется с 21 апреля по 6 мая, и в этот период смогут сдать единый государственный экзамен определенной категории выпускников образовательных учреждений. Прежде всего, это члены сборных команд, уезжающих на спортивные сборы, на спортивные соревнования. Также это выпускники, которые планируют переехать на постоянное место жительства за границу, или те, кто предполагает обучаться за границей, и где вступительные испытания совпадают с основным периодом сдачи единого государственного экзамена. А также выпускники, которые в основной период по медицинским показаниям будут находиться на лечении. Второй период основной с 26 июня, мая, прошу прощения, начинается по 11 июня. В этот период будет сдавать основная масса выпускников школ всей Российской Федерации. Если кто-то в этот период не сможет сдать по объективным, уважительным причинам, подтвержденным документально, то они смогут сдать экзамены в резервные дни. Резервный период установлен с 16 по 20 июня. Пока вроде все нормально, я так отслеживаю, я думаю, где же этот подвох какой-то? Есть еще дополнительный период, он прежде всего важен для выпускников прошлых лет и для тех, кто не сдаст один из обязательных предметов, то есть не наберет минимальное количество баллов, установленные Федеральной службой по нацору в сфере образования. Обязательными у нас, как и раньше, являются два предмета – русский язык и математика. Далее, продолжительность экзаменов по всем предметам также осталась без изменений. Также хотелось бы отметить, что те нововведения, о которых много говорили в этом году, как то введение отдельного экзамена в форме сочинения, в этом году этого не будет. То есть планируется внесение изменений в порядок проведения и государственные итоговые аттестации со следующего года. Сейчас вот знаете, сколько людей вздохнуло с облегчения? Впускников наших родителей, ну ладно, не будем сочинения писать. Но мне хотелось бы отметить, что вот как показали родительские собрания, которые мы проводили на прошлой неделе, что некоторые путают сочинения как отдельный предмет и отдельный экзамен и сочинения в контрольно-измерительных материалах по русскому языку. Часть С контрольно-измерительных материалов по русскому языку предполагает написание эссе, значит, или выполнение творческой работы. Так вот, эта часть остается, то есть структура контрольно-измерительных материалов по русскому языку остается без изменений. А, ну вот, значит, большого такого сочинения, глобального, отдельного экзамена в форме сочинения в этом году не будет. А эссе и вот творческая работа, они как были, так и надо готовиться. Значит, далее, какие изменения в этом году? Значит, ну мы все с вами были свидетелями тому, что в прошлом году было зафиксировано много нарушений в порядке проведения единого государственного экзамена. Поэтому в этом году принят новый порядок проведения единого государственного экзамена. Основной отличительной чертой является его то, что усилена информационная безопасность проведения единого государственного экзамена. И ужесточены требования к соблюдению этого порядка. Прежде всего, это касается использования сотовых телефонов, других электронных средств связи, аудио-видеоаппаратуры во время проведения экзамена, а также различных справочных материалов и письменных заметок. Вот здесь мне хотелось бы обратить внимание наших телезрителей на то, что наличие данных средств, перечисленных мною, уже является фактом нарушения порядка проведения экзамена, за который участник экзамена будет удаляться без права пересдачи экзамена в этом году. То есть пересдать экзамен он сможет только на следующий год. Чем это чревато? По обязательным экзаменам, русскому языку и математике, это влечет за собой неполучение аттестата о среднем образовании. И это очень серьезно. Значит, если удален будет участник ЕГЭ за нарушение на экзаменах по выбору, то это ведет за собой невозможность поступления в высшее учебное заведение, которое он выбрал. То есть дорога во многом закрыта? На год он отложит свое профессиональное становление и исполнение своей мечты об обучении в высшем учебном заведении. И будет вразумляться, а зря это все сделал целый год жизни. Да, вы знаете, как бы вот ежегодно мы говорим о том, что нарушение порядка несет за собой определенную ответственность. Как со стороны участников ЕГЭ, так и со стороны организаторов есть меры, которые принимаются к обеим сторонам. Но есть случаи, которые у нас отмечаются в Рязанской области, когда люди все-таки нарушают порядок проведения экзамена. В большей степени это относится к участникам. И вот здесь мне хотелось бы обратиться ко всем, кто предполагает сдавать единый государственный экзамен, что не нужно испытывать судьбу на удачу. Есть определенный порядок. И гораздо легче соблюсти его и набрать то количество баллов, на которые вы знаете. А я думаю, все, кто предполагает участвовать в едином государственном экзамене, готовятся к нему. Значит, чем вот играя рукой судьбы, наказать себя и, в общем-то, создать для себя трагичную ситуацию. Совершенно справедливо, тут даже и добавить нечего. А вот вы сказали, тем, кто собирается сдавать единый госэкзамен, а можно его не сдавать? Дело в том, что, значит, если мы ведем речь о выпускниках этого года, то для получения аттестата, значит, им обязательно нужно сдать два экзамена в форме единого государственного экзамена. Русский и математика. Да, это русский и математика. У нас есть категория выпускников также, которые могут сдать, пройти государственную итоговую аттестацию в другой форме. Это государственный выпускной экзамен. Относится, это также четко определены категории, кто может проходить в этой форме. Это, прежде всего, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, у которых есть документально подтвержденное право сдавать государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. А также у нас есть лица, это выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить, допустим, свой результат по единому государственному экзамену. Или вообще они не сдавали единый государственный экзамен, а хотят поступить в высшее учебное заведение, для чего необходимы результаты ЕГЭ. Поэтому среди всех участников ЕГЭ основную категорию составляют выпускники школы текущего года. Но также есть такие категории, как выпускники учреждений среднего профессионального образования, которые хотят поступить в высшее учебное заведение, и выпускники прошлых лет, которые ранее не думали поступать в ВОЗ, а теперь для себя определились. Люди стремятся к знаниям. Большое вам спасибо, Ольга Сергеевна, вам тоже удачи. Я имею в виду всех преподавателей, от простых учителей до министров, пусть все в едином порыве, получат удовольствие тоже от сдачи ЕГЭ в этом году. Всем еще раз выпускникам и родителям удачи. Вы смотрели программу подробностей. У нас в гостях, напомню, была Ольга Сергеевна Щекинкова, первый заместитель министра образования Рязанской области. До встречи в эфире.